МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уважаемые ангарчане! Сегодня у нас в гостях генеральный директор автоколонны 1948, депутат Думы Ангарского городского округа Шарков Сергей Валерьевич. Сергей Валерьевич, не секрет, что в последние несколько дней в городе наблюдается неприятная ситуация с движением автобусов. Интервалы резко увеличились, народ недоволен, идут звонки в средства массовой информации, в том числе и к нам сюда. Что происходит? На сегодняшний день, с 10 октября, об этой дате мы поставили, как транспортники в известность еще за несколько месяцев руководство Иркутской области, все службы, которые отвечают о реализации движения общественного транспорта, мэра ангарского муниципального образования, что такая ситуация может произойти. И она начала происходить и ощущаться на жителе города как раз в эти числа. На сегодняшний день ситуация практически лекализована. На всех маршрутах города нормализовано все стопроцентное расписание сегодняшнего дня. И те маршруты, в которых было сокращено расписание, они все встали на свои места. Но проблема никуда не ушла. Проблема в чем? Не хватает горючего, нет людей, обслуживающих автобусы, нет нормального ремонта подвижного состава. В чем все-таки причина? Вот те вещи, которые вы сказали в конце, они, наоборот, в ангарске на высоком уровне. Это ремонт подвижного состава, это обслуживание подвижного состава, сам обновленный состав, который в ангарске перевозят наших ангарчан. Проблема финансирования, чтобы общественный транспорт мог оказать услугу пассажиру, выполнить муниципальный контракт. Нужно автобус заправлять, нужно платить зарплату водителю, слесарю, механику, диспетчеру, медикам. Это несколько тысяч людей за забором на территории автоколонны трудятся, чтобы автобус просто вышел в город и перевез наших граждан. Заключен проблема основная, их несколько, но самая основная, которая пришла к сегодняшней ситуации, она не сегодняшнего дня. Это взятые на себя обязательства Министерства соцразвития Иркутской области перед предприятиями Ангарска, заключив договор с ними, что уважаемые предприятия, перевезите льготную категорию граждан бесплатно, мы берем на себя гарантию обязательства оплатить этот бесплатный проезд не из кармана льготной категории граждан, а из кармана государства. Если простыми словами называть, в чем контракт между областью и транспортной предприятиями. Ангарские транспортные предприятия, наверное, единственные в области, которые на 100% маршрутов пригородных, садоводческих, городских оказывают эту федеральную и областную услугу в полном объеме. И наш уважаемый льготник не имеет препятствий, а наоборот получает качественную услугу во всей точке города. Но Министерство соцразвития, наоборот, оно в течение многих лет не сдерживает взятые на себя обязательства и финансирование, какой год заканчивается уже в июне, в июле месяце. В сегодняшний год, те годы транспортные предприятия справлялись с этой ситуацией, так как помимо льготной категории граждан в транспорте есть платная категория гражданина. И этой платной категории граждан хватало на минимальном уровне, имея долги перед контрагентами, но выплачивать зарплату хватало, заправлять ГСМ, а дождаться того момента, когда все-таки произойдет оплата через пять, через шесть месяцев. В этом году произошли изменения, конечно, в экономике страны, что и наша отрасль не соизволила не затронуть. Это не секрет, что все автобусы, которые ездят по городу Ангарску, вся начинка импортная, американские двигатели, Каменс, вся подвеска, резина, все это импортные комплектующие. В три, в четыре, а то и в пять раз, буквально за пять месяцев поднялись расходы. Поднялись расходы и других сопутствующих нам контрагентов, с которыми мы работаем, это и поставщики тепла, электроэнергии. Все то, что требуется для обслуживания транспорта, расходы у транспорта выросли в несколько раз. А в этом же самом кризисе, в этом году существенно упал платный пассажир. Почему? Когда начал расти курс евро и доллара, куда наши граждане пытаются свои сбережения? Купить те товары, которые зависят от доллара. Огромное количество автомобилей. По статистике ГБД мы за последние несколько лет в Ангарске приобретено дополнительно 54 тысячи автомобилей. А что это за статистика? Это значит, что 54 тысячи пассажиров в день ушли с общественного транспорта, с муниципального трамвая, с автобуса, ушли на личный транспорт. На сегодняшний день более 100 тысяч стоит на учете. При 240 тысячах населения практически уже половина пользуется личным транспортом. Наши крупные предприятия закупили собственный парк. Это комбинат, крупные предприятия. И этого пассажира когда-то доставлял наш общественный транспорт. Он был платником. И так слаживается уже отрасль, что основной пассажир становится для общественного транспорта льготная категория граждан. Если за эту льготную категорию граждан не оплачивать по многу месяцев, то транспорт выпустить на линию просто невозможно. По экономическим причинам. И к 10 октября на счетах всех предприятий города были нули. И плюс тому огромные, много миллионные задолженности в предыдущих месяцах с контрагентами. Это по теплу, по свету, по запчастям, по ГСМ. Сергей Валерьевич, но ведь то, что Вы рассказываете сейчас, или логика того, что Вы рассказываете, требует повышения платы за проезд в автобусах. Почему Вы не идете этим путем? Это вторая проблема. Сегодняшняя проблема, о которой Вы меня спросили, это все-таки проблема нефинансирования, не выполнения обязательств. И она привела к этой ситуации. Следующая проблема, которую отрасль затронул, это, конечно, тариф. Но я всегда предлагаю, как руководитель, понимающий то отрасль, в которой я работаю, не путать тариф с ценой. Тариф, его, естественно, нужно повышать на основании документов отрасли, экономических их затрат. Тариф, он должен идти в ногу со временем, со временем экономическим. А цена, это уже задача органов власти, какую цену будет иметь потребитель в их муниципалитетах или областях. Я всегда буду приводить пример. Этим примером наша ангарская администрация идет уже не первый год. На муниципальном трамвае сегодня экономически обоснованный тариф 26 рублей 43 копейки. Ангарчане пользуются ценой 14 рублей. И ту недополученную разницу, чтобы муниципальный трамвай мог осуществить свою хозяйствующую деятельность, она доплачивается из бюджета. А бюджет работает в этом направлении, как раз в интересах жителей города Ангарска. То же самое и в автохозяйстве. Если тариф мы будем держать на том же самом уровне, то завтра просто не будет общественного транспорта. И это вторая проблема, которую, естественно, как руководитель, как все руководители нашей отрасли, они ее решают, они готовят документы, подают в службу по тарифам Иркутской области, которая выносит решение, а какой же должен быть тариф на сегодняшний день. Поэтому, естественно, что вы, как человек из медиахолдинга, наверное, знаете, что основной вопрос ангарчан всегда, почему на общественном транспорте в Иркутске 12 рублей, рядом города ехать 20 минут, а в Ангарске 16. Это те экономические расчеты, что затраты иркутского перевозчика и ангарского одинаковы по нормам труда рабочего времени, по стоимости ГСМ. Но Иркутск областной центр и иркутский автобус в день провозит 2000 человек. 2000 человек на 12 – это 24 тысячи выручки. В Ангарске администрация города Ангарска провела обследование всех маршрутов по заданию мэра, на постановлении. Все автобусы были оборудованы администрацией видеокамерами. И каждый маршрут, сейчас только заканчивается обследование, обследование показало, что ангарский автобус в среднем провозит на всех маршрутах города 300 человек в день. Это и платник, и льготник. 300 человек умножить на 16 рублей – это 4800. Так лучше работать в 5 раз, наверное, выгоднее работать в Иркутске за 12. Все зависит от пассажиропотока, любого направления. Будет авиатранспорт, ЖД-транспорт, есть прибыльность, все зависит от наполняемости. Если самолет полетит до Москвы пустой, 3 будет человека сидеть, а не 150, сколько у него мест, то затраты у этого самолета будут те же самые. А доходы не покроют расходы. И отрасли мы не обманем. Никакими политическими лозунгами, не разными, что вот такие мы хотим. Слово «заморозить тариф», заморозить можно цену. Я всегда против формулировки «заморозить тариф». Тариф для любой отрасли. Для Иркутска Энерго тариф около 4 рублей стоимость киловатта, себестоимость ее потребитель имеет цену 94 копейки. Ну, хорошо. Каков выход из создавшегося положения? Как мы вышли из создавшегося положения? Естественно, мы подключились депутаты ЗАГС собрания города Ангарска. Это и Шопен, и Тюменев, и Бринюк, и Ершов Дмитрий. Они эту проблему будут озвучивать на ЗАГС собрании. Проблема областью до сих пор не решена. Она решена мной, как директором крупного предприятеля. Мы, так повезло, что мы имели кредитную линию Сбербанки и воспользовались ей. Мы взяли заемные средства, чтобы не остановились перевозки в городе Ангарске полностью, и распределили между всем предприятиям дали им займы, всем предприятиям города Ангарска. Этих денег, этого займа хватит до 1 ноября. Но проблема никуда не ушла. И самый главный вопрос у меня, это на какой статистике закладываются деньги ЗАГС собрания, министерством в первую очередь, представляется ЗАГС собранию на предыдущие, последующие годы, на организацию льготных перевозок в муниципалитетах, которые заканчиваются ежегодно в июне или в июне месяце. Кто вам мешает заложить деньги до конца года, чтобы не было срыва самого и основы этих перевозок, это срыва транспорта. Это основа, без нее неосуществимый льготный проезд и оплата, она ни к чему, если транспорт не выйдет. Статистика, она же простая. Министерство соцразвития, мы все с вами знаем эти события, год назад, все льготники и желающие, имеющие право льготного проезда, они были поставлены в известность, что вы должны прийти и получить распоряжение в Министерство соцразвития в течение трех месяцев, кто желает воспользоваться этим проездом. В Ангарске таких распоряжений было выдано более 35 тысяч. Ангарские транспортники все вместе с МУПом выдают уже месячно билетов на предыдущий месяц 26 тысяч, 25-26 тысяч. На 10 тысяч меньше, чем людей заявило такое право и желание. Почему такая разница? Ну, потому что это воля и заявление самого льготника. Но министерство, мое мнение, как руководителя и как депутата, знающие формирование бюджета, чтобы он работал, ты должен закладывать финансирование по именно распоряжениям людям, которые заявили это право. И я завтра, как руководитель, завтра может все 34 прийти и это право потребовать. И поэтому, когда деньги закладываются в меньшей степени, то происходит срыв хозсубъекта. Сегодня, если бы не было, не пошли наши ангарские контрагенты на желание в долги выдать топливо, в долги выдать запчасти, не было бы той ситуации, что у нас была кредитная линия, и мы вовремя перекрыли это финансирование, и мы понесем теперь расходы никем не компенсируемые. Но Ангарск живет и ездит. И пока я руководитель на автоклоне 1948, мы будем все делать, чтобы транспорт работал в нормальном режиме. Но мы сегодня заложники законодателей, за формировательный бюджет на следующие годы. И мы просим очень сильно подойти к этому вопросу серьезно, получить нормальную, стабильную аналитику. Она есть у вас. Каждый город изъявил какое-то количество распоряжений. Изъявил это право и желание. Но заложите вы. У вас вся основа есть. Будет меньше, перераспределите в конце года. Какова общая сумма на сегодняшний день за должности в области? Только за июль и август, за два месяца, за должность 50 миллионов. Чтобы были понятны цифры. Исполнение муниципального контракта, в месяц, всеми транспортными предприятиями, это только затратник. 60 миллионов. Чтобы осуществился муниципальный контракт по всем маршрутам города, пригорода и садам, 60 миллионов нужно потратить, чтобы просто автобусы выехали. Люди сели за них, заправились автобусы и получили за зарплату все профильные коллективы. Это слесаря, медики, диспетчеры, механики. Это очень, транспорт, это очень затратная составляющая. И поэтому, когда некомпетентно озвучивают цифры, что Ангарск, министерство, берет огромные деньги, я всегда читаю цифры, там 200 миллионов в год на компенсацию льготного проезда, то, извините меня, 60 миллионов в месяц затратить умножить на 12 месяцев, это 720 миллионов, нужно, чтобы осуществились эти перевозки. И тогда эти 200 кажутся не такой большой суммой для компенсации определенной категории граждан. И нужно честно выдавать цифры, которые мы располагаем. Это не доход. Компенсация с бюджетом, многие почему-то думают, что это доход предприятий. Это компенсация. Мы оказали бесплатную услугу. Вот что такое сады? Все ангарчане знают, что на сады можно уехать только на автобусе. У нас нет железнодорожного сомжения. И если там ездит 95% это льготной категории граждан, с июня месяца не заплачено ни копейки, то граждане должны понимать, что не было сорвано. Они достойно посадили, ухаживали и собрали свой урожай. И ни одного рейса они даже не почувствовали, что предприятие было без финансирования, где дохода нет вообще, а одни расходы. И с июня месяца эти предприятия не видели ни копейки. Поэтому держатся сегодняшние ангарские перевозки только на тех руководителях, которые руководят транспортом, которые сегодня сказали, они повстали в ситуацию, что они уже не могут перекрыть областные издержки. и в связи с этим и сложилась такая ситуация, что ангарский транспорт мог стать полностью. Для меня это очень страшно, так как я понимаю, когда люди не смогут в холод уехать на работу или уехать в какие-то социучреждения. Это цепочка, та реакция, которая распространяется автоматически на тех людей, которые работают. Это несколько тысяч, значит, могут не получить заработную плату. Они не заплатят кредиты, лизинги, какие-то свои обязательства. Поэтому нельзя допускать таких моментов. Ну, хорошо. Чего ожидать в ближайшем будущем? Как вам видится перспектива? Перспектива? Это все-таки администрация города Ангарска взяла это сейчас под контроль, депутаты, чтобы отработать с нашими депутатами законсобрания, чтобы они проконтролировали все-таки суммы следующего года, чтобы они гарантировали не срыв любых перевозок садоводческих, пригородных или городских, чтобы, если взяты обязательства, они проследили, чтобы оно было полностью дофинансировано. Это раз. Второе. Это все-таки привести в соответствие законодательства Иркутской области и убрать выдачу льготного билета от транспортных предприятий. Как это делается во всех областях Российской Федерации. Этот билет должен начать выдавать уполномоченный орган. Это соцзащита, работа с этими гражданами. И тогда все нормализуется. Они будут четко видеть, сколько людей пришло, сколько изовило это право, а не получать эту статистику только после того, как выйдут транспортные предприятия и подойдут им. Предприятия уйдут от расходов выдачи, которые тоже правительством ни кем не компенсируются. Что мной было сделано в Ангарске, как руководителя именно автоколонны 1948. Сегодня по законодательству должны мы выдавать билет. И пункт был до меня один, это автостанция. И люди стояли ежемесячно в очередь по 300 человек в день, падали в оморок, чтобы воспользоваться этим правом. мы эту ситуацию все руководители решили, чтобы было достойное получение льготного билета, заключили договор с ЖЭКами, с почтами, с доставкой, что гражданин даже болен, он может заказать. Эта категория очень непростая, но и это сделано за счет средств транспортных предприятий, которые не компенсируются. Хотя мы могли бы также пойти по пути, сделать один пункт и эти 26 тысяч должны в короткий период времени приехать, получать, стоять в очередях. И, конечно, когда этот расход от нас уйдет, а государство само начнет выдавать, а мы, как хозсубъект, начнем перевозить. А когда свалили на хозсубъект и выдавать, и перевозить, и оформлять, и отчитываться, идет ком. Каждый должен заниматься своим делом профессионально. Перевозчики перевозить, государство оказывать льготу, мы ее реализовывать эту льготу. И когда все стоит на своих рельсах, поезда едут. Когда стрелка сдвинута в один путь, то поезда могут врезаться. Ну что, у нас не поезда, у нас автобусы. Будем надеяться, что ситуация в ближайшее время выровнится. Сергей Валерьевич, спасибо вам за это интервью. И я желаю вам удачного решения данной проблемы. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова